Константин Руфович, здравствуйте. Ну, наверное, первый вопрос такой. Оцените сегодняшний турнир, который вы провели. Уровень участников, вообще, что это такое было и для молодых ребят, для детей? Ну, это было замечательное мероприятие такое, достаточно дружественное. И для ребят, которые любят шахматы, я надеюсь, это будет хорошим подспорьем для того, чтобы в будущем заниматься еще более интенсивно и достичь еще более значимых результатов, чем у них есть на сегодняшний день. Я надеюсь, им понравилось. Мы традиционно воспринимаем и Россию, и Советский Союз, как такую шахматную державу. Можете как-то в нескольких словах оценить наше сегодняшнее место, наше состояние на вот этом вот шахматном небосклоне? Ну, я считаю, что мы и сегодня лидеры в мире, безоговорочные. Просто в каждой стране сейчас есть, допустим, 4-5 человек очень высокого уровня. И поэтому, например, командные чемпионаты мужские выигрываем уже не всегда, там, через раз или чуть реже, но все равно регулярно выигрываем. Но если бы такие чемпионаты были на 10 или на 15, или там, тем более, на 20 досках, то есть чем больше, то есть тем больше наше преимущество было бы. Вот поэтому у нас массовость гораздо больше игроков в топовом уровне. У нас намного больше в любой категории. Ну, а женщины наши разрывают все чемпионаты уже давно. Ну, мы находимся, вот насколько я понимаю, в преддверии матча, не помнящий Карсен. Ну, вот ваш какой-то прогноз на этот матч и когда удастся, может быть, потеснить Магнуса с этой позиции шахматного короля? Ну, не в преддверии матч идет уже полным ходом. Четвертая партия сегодня, она, скорее всего, я посмотрел недавно позицию, скорее всего, закончится в ничью, я думаю. Ну, идет упорнейшая борьба и какие-то микронюансы могут оказать, я думаю, решающее влияние на исход матча. А может быть, банально, кому-то чуть-чуть повезет или чуть-чуть не повезет в какой-то нервной обстановке, которая возникнет. Ну, я имею в виду, такая какая-нибудь позиция разбалансированная, как была во второй партии, там могло качнуться в любую сторону и у кого где-то окажутся чуть-чуть покрепче нервы, где-то это банально, может, даже просто повезет, ну, а может, кто-то окажется просто чуть посильнее. Так что будем ждать и дальше упорную борьбу, которая пока идет игра на равных после первых четырех партий матча. Вот та ситуация, в которой мы сейчас находимся, я имею в виду пандемия, которая вот она все не заканчивается, и вот сейчас какие-то новые витки, вот как она повлияла на мировые шахматы вообще в целом, на процесс подготовки к турнирам, на их проведение, на вашу, в том числе, может быть, личную какую-то тренировочную, шахматную жизнь, это теперь все в дистанте происходит? Ну, не все. В этом году возобновились многие турниры вживую. Меня в этом году пригласили тренировать женскую сборную России, которая выиграла, уверенно, выиграв все матчи, выиграли чемпионат мира, и вслед за этим совсем недавно чемпионат Европы, вот, недавно совсем. Так что календарь потихонечку возобновляется, да, это проходит с определенными ограничениями, которые всем понятны, с осторожностью, но проходит, и дальше будем надеяться, что потихоньку все будет возобновляться.